Давайте рассмотрим процедуру загрузки операционной системы Linux. Чаще всего вам не требуется вмешиваться в процедуру загрузки операционной системы. Вы нажимаете кнопку, ждете несколько минут и видите приглашение операционной системы. Но иногда вам требуется что-либо изменить, например загрузить другую операционную систему. Для этого нужно четко понимать, как работает загрузчик и другие аспекты, которые происходят во время загрузки операционной системы. Чтобы все правильно сделать, нужно знать как это работает. Давайте разберемся. Процедура включения операционной системы состоит из нескольких этапов. Первое, вы нажимаете на кнопку на своем компьютере и происходит запуск микропрограммы BIOS. BIOS это такая программа, которая хранится в чипе на вашей материнской плате. Она осуществляет первичный запуск оборудования и его проверку. Первым делом она запускает проверку текущего оборудования, которое установлено во вашем компьютере. Такая проверка называется POST. Если она прошла успешно, то инициализируются дальнейшие процедуры и управление переходит к загрузчику. Первичный загрузчик находится обычно на том загрузочном устройстве, которое выбрано в BIOS первым. Вы можете изменить настройки и выбрать то устройство, с которого ваша операционная система будет грузиться. Ну и если у вас, например, в компьютере несколько жестких дисков, вы можете выбрать тот жесткий диск, на котором установлена операционная система. Когда найдено загрузочное устройство, первичный загрузчик загружается в память. Размер первичного загрузчика обычно меньше 512 байт. И его задача стоит в том, чтобы загрузить вторичный загрузчик. Первичный загрузчик хранится в первых 512 байт диска, который называется MBR, или Master Boot Record. В MBR также хранится таблица разделов диска. Итак, когда у нас загружен второй загрузчик, вы видите окно выбора операционной системы. Когда выбор сделан, вторичный загрузчик начинает процесс загрузки ядра операционной системы Linux. Ядро хранится в системе в сжатом виде, в каталоге Boot WM Linus версия. Мы с вами в дальнейшем еще посмотрим. Поэтому для его загрузки в память требуется разархивирование. В это время происходит проверка оборудования системы и монтирования корневых разделов, и загрузка необходимых модулей ядра. После запуска ядра, оно запускает первый процесс, работающий в пространстве пользователя. Он называется init. Процесс init руководит дальнейшим процессом загрузки, и запускает необходимые демоны и сервисы. Теперь поговорим немного о загрузчике. Для операционной системы Linux разработано несколько видов загрузчиков. Самый популярный из них Lila и Grub. Lila в данный момент является устаревшим, и практически нигде не используется, тогда как Grub используется во всех современных операционных системах. Давайте рассмотрим его подробнее. Конфигурационные файлы Grub хранятся в каталоге boot.grub. Давайте перейдем в этот каталог и посмотрим, что же в нем хранится. Конфигурационный файл Grub хранится в файле menu.lst. В операционных системах RedHat, Fedora и Gentoo файл menu.lst является символической ссылкой на файл grub.conf. Поэтому, в общем-то, без разницы, какой из них мы с вами будем смотреть. Это будет одно и то же. Как мы видим, обычному пользователю запрещен просмотр конфигурационного файла загрузчика, поэтому нам нужно перейти в учетную запись администратора. Так, давайте перейдем в каталог Grub и посмотрим, что же хранится в файле menu.lst. Ну, во-первых, Grub выступает в роли как первичного загрузчика, так и вторичного. На работу первичного загрузчика мы повлиять не можем, мы можем изменить параметры только вторичного загрузчика. Так, что же мы здесь видим? Так, ну, после поля комментария мы видим первую запись, в которой написано Default, равно 0. Это означает, что Grub будет первым делом загружать ту операционную систему, title, который указан первым. Если вам нужно указать строчку, чтобы он грузил вторую строчку, то нужно указать здесь 1, ну и так далее. Следующим параметром является Timeout, в котором указан время ожидания в секундах, которое пройдет после того, как Grub начнет загружать ту операционную систему, которая указана по умолчанию. Дальше указан путь к файлу меню. Ну, и здесь указан параметр, который показывает, что меню можно скрывать. Вам следует убрать эту строчку, если вы хотите видеть меню Grub во время загрузки. Итак, давайте подробно посмотрим описание меню. Каждая строчка меню в Grub начинается с поля title. В поле title вы можете писать название операционной системы и любую другую нужную для вас информацию. Это то, что вы будете видеть во время загрузки в меню Grub. Далее идет переменная root. В ней указывается расположение корневой директории, в которой хранится загрузчик Grub. Grub не использует имена, которые используются в Linux. Нумерация начинается с нуля, в отличие от Linux. И Grub не видит разницу между различными типами жестких дисков. Пота, сота и так далее. Поэтому в системах, которые присутствуют несколько атаустройств, нужно взглянуть на файл device-map, который хранится в директории рядом с Grub. Так, device-map. Вот, у меня лишь один жесткий диск, и я вижу, что HD0 приравнен к диску в Linux.dev.hda. Я верну сейчас файл в меню листа. Продолжим. Итак, что является корневым разделом для Grub? Это раздел, который содержит раздел Boot. Если вы выделите Boot на отдельный раздел, на отдельный диск, то для Grub корневым разделом будет являться тот, на котором содержится Boot. Это очень важно, и вам требуется это запомнить, потому что могут возникнуть проблемы, если вы вдруг измените местоположение раздела Boot. Следующим пунктом... Так, прошу прощения. Следующим пунктом меню является ядро. Здесь... Kernel. Здесь вы видите путь к ядру. Это, соответственно, путь относительно корневого раздела Grub. Здесь хранится образ ядра. Называется он VM-Linus. Дальше идет версия ядра. И через точки идут различные модификации ядра. Через пробел идет опция, при помощи которых можно загрузить ядро с нужными вам режимами. Следующим очень важным пунктом является пункт InitRD. InitRD это программа, которая формирует RAM-диск в памяти. RAM-диск это такой специальный специальная файловая система, которая хранит данные в оперативной памяти. Это позволяет ядру поддерживать различные виды файловых систем и работать еще до того, как смонтирована корневая файловая система. Дальше из неприсутствующих здесь функции очень важен функция root noverify. При помощи этой опции вы можете указать раздел диска, на котором находится операционная система, отличная от Linux, если она не понимается грабом. Следующим опцией в меню граба нужно указать опцию chainloader. опция chainloader позволяет передавать управление другому альтернативному загрузчику. Ну, например, если у вас стоит операционная система Windows на другом разделе, то вы загружаете загрузчик граб в корень вашего диска в нулевую дорожку в MBR записываете его, а в меню граб прописываете root noverify и указываете номер раздела диска, на котором находится Windows, и при помощи chainloader плюс один передаете управление стандартному загрузчику Windows S&T. Так, как же записать граб в MBR либо в какой-либо другой раздел диска? Для этого существует утилита grab install нужно указать раздел диска, куда нужно записать граб. Ну, какое-то время ждет. Выполняет свою работу. Программа закончила свою работу и говорит о том, что проблем с работой скрипта не возникло. И в случае, если вам нужно, то вы можете указывать не Linux именование жесткого диска, а то именование, которое принимает его grab, то есть HD 0. Отлично. Отлично. Немного о файлах, которые хранятся в директории boot grab. Во-первых, здесь хранятся различные файлы, которые позволяют загрузчику grab монтировать файловую систему. Stage 1 это тот самый первичный загрузчик, который записывается в master boot record чаще всего. Stage 2 это вторичный загрузчик. Другие файлы это файлы, в которых хранятся модули и инструкции для различных файловых систем. Как мы видим здесь, есть X102, FAT и так далее. в случае, если у вас файловая система хранится на каком-то нестандартной для Linux файловой системе, требуется проверить, поддерживает ли эту файловую систему grab перед тем, как изменять файловую систему корневого раздела. Так, хорошо, работу первичного и вторичного загрузчика мы с вами разобрали. Теперь разберем работу процесса init. Давайте рассмотрим конфигурационный файл процесса init, который хранится в dc init.tab. Ну, из комментариев мы с вами можем увидеть описание режимов, в которых может работать процесс init. и, собственно, вся операционная система. Первый из этих режимов это режим 0 halt, то есть, когда мы передаем процессу init сообщение о том, что ему нужно перейти в режим 0, операционная система выключается. Следующим режимом является режим 1 или single user mode, то есть, режим, в котором отключены все сетевые возможности и есть возможность только работать из консоли. Этот режим используется системными администраторами для работы, для проведения каких-либо важных работ, вроде установки драйверов, разбивки жестких дисков, либо подключения новых устройств. в этот режим операционная система переходит, когда повреждены важные каталоги, например, поврежден каталог USR. Следующий режим это режим multi-user, это означает, что пользователям есть доступ к операционной системе по сети, они могут подключаться, работать с ней, но недоступна сетевая файловая система NFS. Следующий режим это сетевой режим с возможностью работы в многопользовательском режиме, с возможностью подключения сетевых файловых систем NFS, но без загрузки графического режима. Графический режим появляется у нас в режиме номер 5. Четвертый режим не используется, зарезервирован. Шестой режим используется для перезагрузки. То есть, если вы передадите процессу init команду на переход в режим номер 6, то операционная система перезагрузится. То, что этот режим то, что режим номер 5 является по умолчанию, вы можете увидеть из первой строчки конфигурационного файла. Как мы видим, она состоит из нескольких столбцов, разделенных двоеточием. Самый первый столбец указывает на идентификатор данного действия. следующее поле разделенное через двоеточие говорит о том, для каких режимов действует данное правило. Следующее поле означает действие. Ну, в данном случае у нас это init default, то есть, режим по умолчанию. Ну и последним полем является процесс, который будет выполнять собственно данное действие. следующая строчка показывает нам процесс инициализации системы. Ну, самое главное описание процесса загрузки указано вот в этих семи строчках. Ну, значит, что мы здесь можем видеть? L0 это идентификатор системы, дальше этот процесс у нас действует только для режима работы 0 или не работы процесса выключения. Следующее действие wait означает, что нужно запускать только один раз при загрузке данного уровня. Если бы здесь стоял respawn, то это означало бы, что в случае закрытия данного процесса он должен быть перезапущен. Ну, а дальше собственное действие, которое передает скрипту rc команду перейти в режим 0. Есть также здесь описание действия в случае Ctrl Delete. Это говорит о том, что Ctrl Delete дает операционной системе команду на перезагрузку. Вы можете поэкспериментировать с выбором режимов по умолчанию, но я вам не рекомендую использовать режимы номер 6 и номер 0 в качестве режима по умолчанию. Как мы понимаем, в первом случае операционная система будет загружаться до момента прочитывания файла cnitab, который читается при запуске процесса init. И в первом случае операционная система будет выключаться, в втором случае операционная система будет перезагружаться. Делать этого, конечно, не рекомендуется, но если вам очень хочется, то можно. Если вдруг вы все-таки указали здесь 0 или 6, то решением проблемы будет загрузка с какого-нибудь загрузочного cd, live cd, монтирование данного раздела во временную директорию и исправление конфигурационного файла. Итак, когда процесс init запущен и операционная система переходит в какой-либо режим, ей нужно запустить программы, которые необходимы для функционирования системы и предоставления какого-либо сервиса. Порядок запуска программ описан в так называемых стартовых скриптах, которые хранятся в каталогах etc.rc. Каждый каталог имеет свой номер, который соответствует уровню и режиму работы операционной системы. Например, в режиме работы операционной системы 5 мы можем увидеть список программ, которые будут запущены в этом режиме. В этом каталоге находятся символические ссылки на скрипты, которые хранятся в каталоге etc.inind. Название этих символических ссылок несколько отличается. В начале названия стоит k, это означает, что данный скрипт будет запущен во время остановки операционной системы. Если в начале названия стоит s, то данный скрипт будет запущен во время старта операционной системы. Номера означают приоритет и порядок запуска. Чем меньше номер, тем раньше будет запущен данный скрипт. Если вы хотите, чтобы какая-либо программа не запускалась, какая-либо программа не запускалась в момент или в режим, который вам нужен, вы можете просто удалить скрипт из каталога с тем уровнем, которым вы не хотите, чтобы запускалась программа, либо воспользоваться встроенными в операционную систему программами для управления порядком загрузки. Первая программа это программа CheckConfig. При помощи нее вы можете увидеть список демонов и сервисов, которые будут запущены во время старта операционной системы. Здесь мы с вами можем увидеть список сервисов, а также уровни и режимы, в которые запускается данный сервис. Вот мы видим, например, что Demon.shd начинает работать во время запуска операционной системы в режим 2. К слову, операционная система во время своего запуска проходит все режимы, вплоть до того режима, который указан в init.tab Так, при помощи check.config мы с вами можем изменять порядок запуска сервиса, отключать или включать и определенный, ну, например, раз уж мы посмотрели на раз hd, давайте отключим его запуск в уровнях 2.3. очень просто сделать при помощи утилита check.config давайте взглянем на результат. Ну, теперь мы отфильтруем и посмотрим только на ssd. вот как мы видим теперь ssd не будет запущен в уровнях 2.3. Отлично. также в операционной стиме в данном случае centos присутствует утилита net.sys net.sys v которая представляет собой интерактивную утилиту здесь вы можете при помощи звездочек пробелов указывать какие программы вам нужно автоматически стартовать при помощи знака тупуляции можете перемещаться по кнопкам вот ok при помощи нее можете что-либо изменить если вам требуется изменить режим работы операционной системы по умолчанию то вы можете это сделать опять же в init.tab и указать в первой строчке номер того режима в который вам хотелось бы чтобы операционная система стартовала но как написано в комментариях не рекомендуется указывать режимы работы 6 и 0 если вы укажете 6 то операционная система будет догружаться до режима 6 и перезагружаться если режим 0 то соответственно операционная система будет выключаться сразу же после старта процесса init так что не рекомендуется это делать но если вам очень интересно то пожалуйста как же мы можем проверить наш текущий режим во первых в операционной системе linux встроена программа run level она говорит нам о том что сейчас режим работы операционной системы номер 5 также в любой unique системе вы можете найти утилитку who с ключиком минус r она также скажет нам уровень режим работы операционной системы также его предыдущий режим за порядком загрузки операционной системы это бывает довольно сложно следить когда вы не находитесь не на рабочем месте поэтому уже постфактум за правильностью включения вашего компьютера и проверкой правильно все сконфигурировалось и загрузилось можно проследить при помощи утилиты дмеск дмеск позволяет увидеть процесс загрузки ядра и все его сообщения во время загрузки вот можно увидеть что как загружалась операционная система были сконфигурированы аппаратные средства выделилась память под загрузку вот различные устройства стартуют последним стартовали сетевые сетевые интерфейсы так также эти сообщения вы можете увидеть в varlock messages соответственно ну вот в данный момент мой varlock messages уже обновился поэтому нужно посмотреть в более старые varlock messages вот один и увидеть все то же самое увидеть что же произошло после последнего включения операционной системы так что мы с вами можем сделать мы с вами можем изменить режим работы операционной системы во время ее работы ну чтобы не перезагружать лишний раз не выключать компьютер мы с вами можем сделать при помощи утилиты init утилита init позволяет нам перевести в любой из нужных нам режимов ну например набрав init 0 я смогу сейчас выключить данный компьютер либо перевести его в режим 3 в котором будут недоступны сетевые возможности утилита init не генерирует никаких сообщений для пользователей которые работают с данной операционной системой поэтому это не очень удобно если вам нужно автоматически предупредить всех пользователей которые работают с операционной системой то лучше воспользоваться утилитой shutdown утилита shutdown позволяет указать не только режим работы в который нужно перевести операционную систему но и указать сообщение которое нужно выдать пользователям а также указать время через которое операционную систему нужно перевести ну например если вы хотите выключить компьютер сразу же то нужно сказать shutdown название h-null и через пробел в кавычках сказать сообщение своим пользователям чтобы они выходили из системы если вы хотите дать время вашим пользователям на то чтобы они закончили свою работу то можно указать время в минутах я например 15 минут даю своим пользователям чтобы они вышли из операционной системы и указываю сообщение если вдруг вы минут через 10 передумаете выключить операционную систему то при помощи ключа минус c вы можете остановить процесс выключения также для выключения служит команда halt которая просто выключает операционную систему либо power off у halt и power off работают аналогично но пользоваться ими не рекомендуется power off обесточивает питание без ожидания корректного завершения всех сервисов поэтому пользоваться power off нужно только в экстренных случаях если вы хотите перезагрузить операционную систему то можно воспользоваться командой reboot либо опять же командой shutdown с ключиком R давайте рассмотрим реальный процесс загрузки операционной системы если у вас не установлен параметр для скрытия меню в файле меню lst то во время загрузки вы всегда можете увидеть стандартное меню grab в данном меню вы можете выбирать между разными операционной системами либо как у меня между разными версиями ядра операционной системы это нужно для того чтобы если вдруг вы обновили ядро и новое ядро вас не заработало то вы всегда могли загрузить операционную систему с старым проверенным ядром данная оболочка grab позволяет редактировать его параметры и в случае если вдруг вы какие-то настройки указали неправильно в файле меню lst то вы всегда можете их исправить но важно помнить что данные настройки актуальны только для текущей загрузки и в случае если вы удачно загрузились но не поправили параметры в файле меню lst то после перезагрузки ничего не сохранится поэтому если вы удачно загрузите операционную систему первым делом правим файл меню lst и так что мы здесь видим ну это те же самые строчки что мы видели в файле меню lst которые мы с вами можем в данный момент также править при помощи клавиши e я могу поправить данную строчку и например изменить раздел диска на котором находится загрузочная область если я закончил редактирование я при помощи клавиши escape могу вернуться в предыдущее меню если вам нужно добавить строчку то вы можете при помощи клавиши маленькое о добавить строчку снизу если вам нужно добавить строчку сверху то это при помощи клавиши большое о Если вдруг вы решили, что данные настройки верны То при помощи клавиши B можете начать загрузку с текущими параметрами Если вдруг вы добавили какую-то строчку случайно То при помощи D вы можете ее удалить Если вдруг вы хорошо знакомы с синтаксисом Grab Либо вам необходимо, например, инсталлировать загрузчик в MBR Либо в какой-либо из разделов диска То вы можете перейти в похожий на баш редактор Grab И выполнить здесь команды, например, по инсталляции Grab В какой-либо раздел диска Команда Help поможет вам в этом нелегком деле Здесь вы можете исправить все команды и параметры Которые только возможно настроить в Grab Ну, я не хочу здесь ничего менять Поэтому я просто даю команду Reboot И перезагружаю мою виртуальную машину Так мы с вами можем наблюдать процесс загрузки операционной системы Прочитаны настройки Grab И начинается загрузка ядра операционной системы Определена версия Как ядра И операционной системы Ну, в моем случае Это CentOS Он аналогичный RedHut Версии 5.1.19.6 Начинается процесс монтирования корневой файловой системы Которые находятся у меня на логическом разделе Volume Group 0.1 Ну, и сейчас корневая файловая система будет смортирована Запущено ядро И начнется старт сервиса Вы это можете посмотреть у себя на своем компьютере Устанавливаются часы Запускается менеджер устройств UDF Да, стартует он довольно долго Ну, продолжать не имеет смысла После того, как будет состартован менеджер UDF Начнут стартовать сервисы В соответствии со стартовыми скриптами А также режимами Которые они должны быть запущены Посмотрите Понаблюдайте за стартовой операционной системы В своих компьютерах Ну, вот мы с вами поговорили о том Как стартуют автоматические скрипты Так же, как мы можем с вами выключить компьютер Ну, что делать, если вам нужно запустить какой-либо сервис Через его стартовый скрипт Ну, не хочется вам его запускать вручную Каждый раз вы написали какой-то стартовый скрипт Но при этом вы не хотите, чтобы он стартовал автоматически Либо вы только что установили программу И хотите запустить ее Для этого вы можете воспользоваться стартовым скриптом Который лежит etc.nid Вот их сколько-то здесь много И запустить программу вручную Ну, например, я хочу запустить сервис Синхронизации времени ntpd Что я могу с ним сделать? При помощи стартового скрипта Я могу запустить его Остановить его Перезапустить Освободить log-файл И перезапустить А также узнать статус процесса Итак, я... Ну, во-первых, я хочу проверить Запущен ли в данный момент ntpd Стартовый скрипт говорит мне, что ntpd в данный момент остановлен Я говорю старт ntpd запустился Так, ntpd выполняется Да, и я даже могу увидеть номер его PID Ну, точно так же я могу перезагрузить его Restart Ну, в некоторых... В некоторых скриптах поддерживается Ну, например, с HD Поддерживается Ещё возможность делать reload То есть без перезапуска сервиса Перечитать конфигурационный файл Также в операционных системах Которые основаны на RedHat Есть очень удобная утилита Называемая Service Которая позволяет вам управлять Вашими сервисами Ну, то есть она, в общем-то Следит за стартовыми скриптами И позволяет обращаться к ним В целом Ну, то есть вот сейчас она Говорит всем стартовым скриптам Оказать статус их процесса Ну, чтобы вас не утомлять Ну, чтобы вас не утомлять Я его привру Ну, и через неё я могу Точно так же Остановить NTPD Да, или Запустить его Ну, вот мы с вами Изучили все Возможности для Остановки и старта операционной системы Подведём итоги Итак, мы с вами изучили Параметры загрузчика Grab Также изучили с вами этапы загрузки системы Посмотрели на содержимое каталога Boot Посмотрели, как нам инсталлировать загрузчик При помощи утилиты GrabInstall Изучили содержимое меню LST Также мы с вами посмотрели на структуру и конфигурацию Процесса Init Это стартовые скрипты Etcrcd Etcinitd Конфигурационные файлы InitTab Утилиты Service и CheckConfig И NTSSv При помощи которых мы с вами можем управлять Автоматическим запуском сервисов Также мы с вами разобрали Каким образом мы с вами можем выключать И перезагружать наши компьютеры Это команда Shutdown и Reboot Которые позволяют нам Соответственно выключать и перезапускать компьютеры При этом сообщать всем пользователям Которые работают по сети с данной операционной системой О том, что вы собираетесь делать Также при помощи команды Init Вы можете делать все то же самое Переводить компьютер наш и операционную систему В заданный режим работы Но при этом не выдавать Никаких сообщений сетевым пользователям Также команды Halt и PowerOff Которые мгновенно выключают компьютер И также не выдают никаких информации пользователям Надеюсь у вас не осталось никаких вопросов Продолжение следует...